Есть такой еще интересный метод, его предложил профессор Зукелли, это сочетание коронального смещения с латеральным. Это используется, когда мы устраняем рецессии в дистальных участках верхней или нижней челюсти, когда вы делаете корональное перемещение, но, например, у вас есть очень частая ситуация медиальный щечный корень первого амаляра. И вот на нем есть рецессия, а на втором корне нет. Это очень частая история, особенно после ортодонтических пациентов. Это ваш же любимый, тот, который был до этого с противоположной стороной. Здесь что осложняет работу, как вы думаете? Нет, здесь все рецессии третьего класса. Обратите, пожалуйста, внимание на это. Ну и да, там адентия, 17-го зуба нету. Медиальный. Тема у меня был на прошлой неделе, и вот прошло с этой операцией 4 года, и у него такой... Я сначала там расстроилась, а сейчас вам покажу, потому что мне не понравилось вообще, как получилось. А потом постепенно-постепенно, и у него сейчас десна встала вообще вот там, где ее в помине не могло быть даже. Потому что я, когда его оперировала, мы сразу договорились, поскольку у нас уже были такие хорошие отношения за все эти годы. Я ему сразу сказала, что здесь не будет стопроцентного результата, и ждать его не стоит, потому что мы в исходных плохих условиях работаем. Он как бы спокойно согласился, он говорит, ну, чтобы немножко опуститься, подсохранить, чисто как зубосохраняющее вмешательство, неэстетического характера. Ну, мы сейчас разберем методику. Традиционная корональная... Ничего не видно вам, по-моему, вообще. Традиционная... И вот здесь вот... Вот он, видите, вертикальный разрез по рецессии, как мы делали. И горизонтальный разрез туда, дистально. Это как-то у меня такое ощущение. Вот, наверное, вот здесь. Вот. Вот она, эта щель, которую мы только что... И, по сути, мы эти будем коронально тянуть вниз. Вот здесь сейчас депетализируются сосочки. А эту мы сошьем вместе и переместим ту часть латеральной десны, которая хорошая, толстая, прикрепленная, сюда, медиально, на этот корень. Первого премоляра. Ой, пермамоляра, извините, пожалуйста. У него мы применили аллогенный материал, твердомозговую оболочку, она перфорируется, обрабатываются корни, также ЭДТА. Все по протоколу. Вот ее фиксация. Обратите внимание, кто мне задавал вопросы, да, она фиксируется прямо вот на всю протяженность, обязательно, чтобы она контактировала с принимающим ложем также. И вот так. Вот он, вот этот вертикальный разрез, вот он здесь. Просто очень, честно говоря, это зона, где очень сложно снимать. Особенно, когда пациент не может так широко открыть рот. То есть первый маляр, это уже плохо. Мало у кого из пациентов это реально снять действительно, ну вот хорошо. У него было как осложнение в операцию перфорации слизистой накосничной волоской там. В общем, ничего страшного в этом нет. Это снятие швов. Это две недели. И вот здесь у него было осложнение. У него немножко уехал на вот этом зубе, на 14-м, у него уехал наверх лоскут. Чему я сказала, что я была очень недовольна операцией. Но он как-то очень спокойно отнесся к этой ситуации. Его больше волновал вот этот первый маляр. А теперь посмотрите, пожалуйста, на сосочки. Обратили внимание? Они просто, да, от того, что мы их потравмировали и потревожили, стали расти. Я вообще, знаете, такой любитель доставания из сундука старых методов. Они были очень интересны. И у нас, и в Европе, и в Америке были всякие интересные придумки, методики, исследования, которые, если сейчас их в современную какую-то материаловедение, инструменты адаптировать, получается очень интересные такие какие-то работы. И можно накручивать методику на методику, там все это компилировать вместе. То, как вот сейчас тоже это преподносится, такая фишка, что достается все это старье, немножко сверху какой-то флер навели, и уже как авторское свое собственное преподносят. Конечно, это все, к сожалению, неправда, потому что, честно, я всегда рассказываю, что это вот там в глубоком 49-м году придумал такой-то доктор, а на самом деле мы это просто вот забрали оттуда и сюда применили. Это придумано все нами уже до нас давно, поэтому мы можем только уже какую-то компиляцию, но и использовать это прекрасно, мне кажется, все. Алексей, а можно мне попросить вот последнюю, которая? Куда? А, вот он. Это не последняя, это год. Это год. И все равно я была очень недовольна вот этой историей. А вот это прошло года два, и он стал, видите, потихонечку опускаться туда. Еще раз говорит о том, все-таки, что при таких вот сложных каких-то клинических случаях, использование пластического материала, оно всегда оправдано, даже если, например, как у этого пациента у него биотип средний, средний даже ближе к толстому, и не всегда, может быть, и показано это было бы, но в таком случае вот биотеградация на твердой мозговой оболочке дает образование соединительно-тканного комплекса дополнительный рост последующий. Ну да, вот это вот, наверное, уже из чего-то самого последнего. Вопросы по латеральному перемещению, по сочетанию, по сочетанию я могу нарисовать, если кому-то вот интересно это, даже если это один человек. Начинайте, и тогда эти вопросы появятся. Да? Тогда я не буду. Хорошо. Но я не хочу, чтобы это оставалось просто у кого-то, как... Да и потом еще посмотрите, вот точно, на латеральному перемещению. Хорошо. Да, и тогда я думаю, вопросы действительно появятся. Хорошо. Сейчас я не очень, да. Хорошо. Тогда мы подходим к методу устранения множественных рецессий. Называется это ротированный лоскут или методика Зуке-Алей-Санктис, предложенная в 2000 году. Метод придуман в альтернативу тоннельной технике. Он подразумевает ротацию, почему это ротированный лоскут, смысл его именно в ротации сосочков вокруг центрального зуба. И вся остальная... Десна встает вокруг тех зубов, вокруг которых вращаются сосочки. Это дословный перевод с итальянского. Но объяснять я вам буду по-другому. Потому что если объяснять так, как написано у Зуке-Алей, то я видела этот результат, половина делает все наоборот, к сожалению. Хотя он объясняет прекрасно, мне кажется. Все понятно с первого раза. Это схема, которая вам поможет принять решение, что вам делать. Это опять же все туда в логаритмы, планирование и метод выбора. Множественные рецессии. Дальше мы смотрим ширину прикрепленной Диснея. У нас есть 3 мм и больше. Да? Нет? Если есть 3 мм везде и больше, мы просто делаем коронально-аротированное смещение и ничего не используем. Если нет 3 мм, то мы делаем то же самое, только, извините, по двуслойной методике, либо с применением свободного Диснея для эпитализированного трансплантата, либо с применением аллопластического материала. Если отсутствие ширины прикрепленной Диснея опекально или латерально, тогда это двухэтапный метод. Сначала создается Дисна, а потом происходит коронально-аротированный лоскут. Или тогда это коронально-аротированное смещение подвуслойной методики с применением свободного Дисневого трансплантата, депитализированного. Также наличие мышечных слизистых тяжей мелкого преддверия не является абсолютным противопоказанием для проведения этой методики. Но, во всяком случае, вот как сам Зокелес говорит об этом, он 10 лет назад считал, что это не является противопоказанием и на нижней челюсти тоже. Он удалял, иссекал кусок подбородочной мышцы во время этого вмешательства, чтобы создать этот объем, углубить это преддверие за счет именно иссечения этой кусочка подбородочной мышцы и создание нового прикрепления. Таким образом, он считал, что у него это не является противопоказанием. Но вот как совсем он два года назад сказал, что все-таки это путь революционный, и организм потом опять начинает добирать то, что ему было задано по фенотипу, по анатомии. И, наверное, как бы все-таки это неправильно. Но это вот к тому, что он тоже, я так понимаю, анализирует какие-то свои результаты, смотрит, что происходит дальше с этими пациентами. Поэтому для верхней челюсти наличие слизистомышечных тяжей и каких-то ограничений по преддверию для нас не является противопоказанием, потому что мы в момент расщепления высшей мелко-генгивальной границы устраняем все эти проблемы. На нижней челюсти есть нюансы. Противопоказания для ротированного лоскута это третий класс под вопросом. Закели оперирует третий класс вовсю сам и вообще не считает, что что-то такое. Хотя там есть нюансы, и я всегда объясняю пациентам, что в связи с тем, что произошла уже утрата сосочка, может не быть стопроцентного результата. И четвертый класс рецессии прооперировать по зукеле невозможно, потому что ничего, не к чему пришивать. Также это вот эти шелевидные рецессии, противопоказания. Это вот высокий уровень прикрепления и мелкая преддверие полости рта. Это все тоже индивидуально. Продолжение следует...